Привет мальчишки и девчонки, добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем разбираться в механиках игры Age of Wonders Planetfall и поговорим мы сегодня о космите. Мы разберемся, что это вообще за штука такая, для чего она применяется, где ее добыть и как наилучшим образом ее использовать. Ресурсов Age of Wonders Planetfall не такое уж большое разнообразие. Это энергия, на которой вы производите юниты космит, о которой мы сегодня поговорим, убеждения, которые тратятся на дипломатию, покупку юнитов, освобождение областей от нейтральных войск. И три ресурса, это наука производства и пищи, которые носят исключительно такой экономический характер и служат для развития вашей империи. Ну, за счет производства вы еще производите непосредственно юнитов. Чем больше у вас производства, тем быстрее, соответственно, эти юниты будут производиться. И космит, пожалуй, самый интересный ресурс из всех обозначенных, потому что... Космит. Я никак не пойму, в чем секрет. Космит. Если есть, то его сразу нет. Да, космита постоянно не хватает. Так что же он такое и откуда его можно раздобыть? Вот что говорит о космите местной Википедии. Космит – это редкий материал из глубины пустоты, добытый Звездным Союзом для создания высокотехнологичных видов оружия и оборудования. Это глобальный стратегический ресурс, необходимый для набора и содержания отрядов рангов 3 и 4 и для покупки и установки модификации отрядов. Узлы ресурсов – это основной источник космита. Они сравнительно редки в мирах Союза, что делает их очень ценным ресурсом. Небольшое количество космита добывается особыми постройками в колониях, доступ к которым открывает исследования. Количество космита и его доход отражается у нас в основной строчке ресурсов. И откуда же его можно добыть? Как и сказала местная Википедия, основным источником космита являются вот такие вот космитовые пространственные разломы. Если этот разлом находится на суше и вы захватили территорию с ним, вы будете получать по 5 единиц космита. Морские источники космита будут приносить вам 8 единиц. Обращаю ваше внимание, что месторождение космита должно быть присоединено непосредственно к вашей колонии, чтобы получать от него доход. Если вы просто поставите свой аванпост на область, где есть источник космита, то доход вам приходить не будет. Небольшое количество космита, а именно 5 единиц, будет приносить ваш главный штаб. То есть это здание, которое есть у вас изначально и находится он в вашей столице. Также в ходе исследований у вас будут открываться новые здания, которые будут добывать космит, и все эти здания будут располагаться в вашей столице. Первое здание откроется на третьем уровне общественной технологии, это у нас центр исследования космита, будет давать вам плюс 5 космита. Второе здание это камеры для выращивания космита, также располагается в вашей столице и приносит 5 космита. Третье здание это центр сбора космита, также располагается в вашей столице и приносит 5 космита. И четвертое здание это генератор космита, он на 10 уровне, дает прирост плюс 5 космита и дополнительно плюс 10 космита при производстве энергии или знаний. Также на 10 уровне у вас произойдет улучшение империи, соответственно вся добыча космита будет улучшена на 10%. По поводу генератора космита, что значит прирост плюс 10 при производстве энергии или знаний. То есть когда вы в вашем городе запускаете через возведение построек или производство энергии или производство знаний, вы также будете производить плюс 10 космита, если в вашем главном штабе будет построено, соответственно, это здание. Есть еще один источник космита, назовем его удачей. Сюда относится космит, который вы получаете в результате воодушевления в ваших городах, в результате зачистки различных построек. Ну иногда космит просто в небольшом количестве лежит на карте мира, совершенно без охраны, бывает что с охраной, и его можно подобрать. Также небольшое количество космита вы получаете, когда занимаете вот эти источники ресурсов, но это происходит только если вы первый их займете. То есть здесь на этом источнике ресурсов стоял какой-нибудь неприятель, вы его разбили, первый заняли этот ресурс, и небольшое количество космита будет добавлено в вашу казну. Также в последнем дополнении было еще добавлено здание на карту мира, это комплекс космического управления, если вы его займете, он будет вам приносить дополнительно плюс 5 космита, ну и как приятный бонус, 10 единиц знаний, и ваши летающие отряды получат на 20% больше к точности, если вы будете их производить в городе, к которому присоединен комплекс космического управления. Также космит вам будут приносить столицы фракции НИП, то есть каждая столица будет вам давать 5 космита и 2 единицы убеждения, при этом неважно каким образом вы присоедините эту столицу, либо через дипломатию добившись максимального уровня отношений с ними, либо военным путем. С добычей космита разобрались, куда же его тратить? Есть несколько вариантов, первый это покупка отрядов высокого уровня колонизаторов или уже улучшенных модулями, это улучшение отрядов различными модулями, это содержание юнитов 4 тира, на каждый юнит 4 тира вы будете отдавать по 2 единицы космита каждый ход. Также за космит можно торговаться, то есть использовать его в качестве разменной монеты в дипломатии и космит тратится у нас на содержание форпостов телепортации и на удаление опасных зон. Самая бессорассудная трата космита это естественно дипломатические переговоры, все-таки если вам что-то нужно добиться от компьютерного оппонента, лучше поторговаться какими-то другими ресурсами, энергией, оружием, который у вас есть или убеждением, космит на это тратить не рекомендуется. Форпосты телепортации появятся у вас уже в конце партии, на этот момент скорее всего у вас будет достаточное количество космита, но строительство форпостов телепортации также оно не очень логично. И такие форпосты нужно ставить только в крайнем случае, когда какой-нибудь из ваших отрядов забрался слишком далеко и вам его нужно очень быстро вернуть на свою территорию, либо для быстрого нападения на противника. Вы просто засылаете своего разведчика поближе к противнику, ставите там свой форпост телепортации незаметно для врага и потом просто перекидываете туда целую свою армаду войск. Однако форпосты телепортации работают так и другие точки телепорта, то есть за один раз, то есть за один ход можно перекинуть через него только один отряд, нужно об этом постоянно помнить. И удаление опасных зон, то есть каждая опасная зона накладывает дебаф на область в которой она находится, как правило это минус мораль и минус какой-нибудь производственный ресурс, то есть это пища, производство, наука. Также во много вот этих опасных зон накладывают различные дебафы и на проведение боевых действий в этой зоне. Что же делать с этими опасными зонами, удалять их или нет? Во-первых, нужно стараться избегать колонизации таких областей на начальном этапе игры, потому что все-таки дебафы накладываются достаточно сильные, особенно неприятный дебаф это естественно дебаф на мораль. То, что вы потеряете 20% какого-то производственного ресурса, это не так страшно. Вот минус 8 морали, особенно в начале партии, когда у вас нет зданий на улучшение морали, может сыграть с вами злую шутку. Так что такие области колонизируются не в первую очередь, но если же вы все-таки такую область колонизировали, то уже смотрите по ситуации. Если данная опасная зона накладывает сильный дебаф на вашу область, то есть вот это минус 8 морали значительно влияет и ваш регион находится в отрицательной морали, тогда да, данную зону нужно убрать. Если вот дебаф на производство, на пищу, на науку также вам неприятен, то да, это нужно убирать. Если же с этой областью можно жить, если ваша область не бунтует, ваш город не бунтует от того, что вот у него это минус мораль небольшая, если вот этот минус дебаф на производство, науку или пищу также вам особо жить не мешает, то некоторое время можно пожить и с этой опасной зоной. Напомню, что удаление опасных зон у нас появляется в общественных технологиях на третьем уровне, оздоровление окружающей среды. И здесь вот получается устранение опасной зоны, улучшение империи, позволяет устранить опасные зоны с карты мира с помощью особых операций. И осталось у нас два основных потребителя космита, это производство юнитов и установка модулей на эти самые юниты и на ваших героев. Об этом мы и поговорим поподробнее. И первый вопрос, стоит ли улучшать ваши отряды в начале партии? И ответ... Естественно! На экране таблица с количеством космита и энергии, которая необходима на установку модулей различного уровня на разные тиры юнитов. Как видите, чем сильнее юнит, чем выше его тир, тем больше затраты на установку модуля. Так что же в первую очередь улучшать у вашего стартового отряда? Модули у нас появляются уже на первом уровне военных технологий и разделяются они на атакующие и защитные. Атакующие повышают урон ваших юнитов, защитные, соответственно, повышают защиту ваших юнитов. И для начала партии, для усиления ваших отрядов, я рекомендую в первую очередь использовать именно защитные модули, чтобы повысить живучесть вашего отряда, чтобы сократить потери в нем, потери здоровья прежде всего, так как потеря юнита в начале партии, даже первого тира, очень сильно откинет вас в развитие. Напоминаю вам, что улучшение отрядов происходит не моментально. Для улучшения каждого вашего отряда потребуется один ход. При этом, во время улучшения, ваш отряд теряет в боевой эффективности. Всегда об этом помните, чтобы не попасть в такую ситуацию, когда вы нападете противника, или противник нападет на вас, и вы будете не совсем в боевом состоянии. При этом, герои улучшаются мгновенно, им время не нужно для того, чтобы установить модуль, и также мгновенно улучшается раса конструктов. Это их такая особенность, они также модули ставят на себя моментально, и время для установки им не нужно. А прибавка от атакующих модулей первого ранга, она все-таки не так критична. Да, ваш юнит будет вносить на 10% больше урона, но это может не спасти его от гибели. Также установка модуля в начале партии открывает вам замечательную доктрину технолог. Чтобы получить технолога, нужно соответственно модифицировать 5 ваших отрядов. Обращаю ваше внимание, что это должны быть разные отряды, и применить тактические операции в бою. Вы получите за это награду технолог. Это доктрина, которая добавит вам 2 очка от тактических операций, и на 15% сделает дешевле вашей тактической операции. Если же вы сделаете это первым, то получите еще в награду предмет героя. Это может быть какой-то достаточно неплохой модуль на вашего персонажа. Также при установке модулей вы должны отдавать приоритет вашему герою. То есть его модифицировать нужно в первую очередь. Так как в данном этапе партии это ваш самый сильный боец, и улучшая его характеристики, вы значительно повышаете огневую мощь и живучесть вашего отряда в целом. Улучшение стартового отряда можно условно считать первым этапом игры. Так что же на втором? Второй этап игры это колонизация. Колонизаторы у нас также требуют энергию и космит. Первый колонизатор обойдется вам в 50 энергий и 10 космита. И каждый следующий будет стоить на 100 энергий и 10 космита дороже. Также возрастет его производственная стоимость. Поэтому на втором этапе игры, когда вы улучшили свой основной отряд, он стал у вас достаточно пробивающим, и вы можете с его помощью зачищать местные руинки, как-то прорываться в здание, чтобы получать их бонусы. После этого вы начинаете колонизировать окружающую территорию. Здесь все будет зависеть от карты, на которой вы заспаунились, от ее разбера, от ее эффективности. Если, допустим, вы играете на разрушенной планете, где достаточно мало полезных территорий, то на данном этапе игры особенно большую территорию занимать не стоит, потому что ваши города будут с огромным дебафом по морали и производству, а большой пользы от этих городов вы получать не будете. Если же карта достаточно плодородная, здесь можно захватить интересные территории с точки зрения космита, с точки зрения различных вот таких вот узлов ресурсов, чтобы получить дополнительную энергию, науку, космит и так далее, то данный этап игры становится достаточно интересным. Чем больше вы захватите и чем раньше вы захватите полезные территории, тем сильнее будет ваша империя. Это, в принципе, логично. И на этом данном этапе игры нужно приоритет для трат космита отдавать именно на производство ваших колонизаторов. То есть здесь нужно космит копить целенаправленно. В начале партии у вас же его достаточно мало, то есть 5 единиц космита приходит только от вашего главного штаба. Поэтому на производство колонизаторов вам придется копить несколько ходов. Особенно на второй, третий, четвертый колонизатор и так далее. И повторюсь, что на данном этапе игры приоритет нужно отдавать именно колонизаторам. Если вы будете производить второй или третий стэк на данном этапе игры, улучшать его пока не стоит. Лучше пить космит и энергию и захватывайте новые территории. Следующий этап игры начинается, когда вы захватили все, что хотели. Остались, конечно, еще области, которые можно урвать себе, но они уже не так критичны. То есть они приносят небольшое количество ресурсов, или они достаточно неудобно, или далеко расположены. И, как правило, на этом этапе игры у вас уже открыты юниты третьего тира. А за юниты третьего тира уже нужно обязательно платить космитам, даже без каких-либо модификаций. И что же в этой ситуации делать? Как правильно распределить космит? Прежде всего, нужно смотреть на ваш основной отряд. Возможно, у вас в данный момент уже несколько отрядов, которыми вы ведете активно боевые действия. И вы уже по ситуации смотрите, насколько эффективно ваши юниты справляются с зачисткой подземелий, зачисткой различных зданий. Насколько эффективно они воюют против компьютерного оппонента. Если проблем особых не возникает, если вы с трудом, но все-таки все прочищаете, побеждаете, то космит можно и придержать. Можно, конечно, улучшать как-то точечно ваши юниты. Если появляются у вас значительные силы модули, их можно ставить для улучшения боевой мощи ваших отрядов. Но поголовно улучшать все я вам не рекомендую. И на данном этапе игры для модулей уже немного другие правила. Здесь в первую очередь вы смотрите уже не на увеличение урона или на увеличение живучести. Здесь вы в первую очередь смотрите на полезные навыки, которые дают ваши модули. Потому что на втором-третьем уровне модулей есть зачастую очень сильно контролирующие способности, которые будут просто значительно влиять на исход боя. А за юниты третьего тира уже нужно обязательно платить космитам, даже без каких-либо модификаций. И что же в этой ситуации делать? Как правильно распределить космит? Прежде всего нужно смотреть на ваш основной отряд. Возможно у вас в данный момент уже несколько отрядов, которыми вы ведете активно боевые действия. И вы уже по ситуации смотрите, насколько эффективно ваши юниты справляются с зачисткой подземелий, зачисткой различных зданий. Насколько эффективно они воюют против компьютерного оппонента. Если проблем особых не возникает, если вы с трудом, но все-таки все прочищаете, побеждаете, то космит можно и придержать. Можно, конечно, улучшать как-то точечно ваши юниты. Если появляются у вас значительные силы модули, их можно ставить для улучшения боевой мощи ваших отрядов. Но поголовно улучшать все я вам не рекомендую. И на данном этапе игры для модулей уже немного другие правила. Здесь в первую очередь вы смотрите уже не на увеличение урона или на увеличение живучести. Здесь вы в первую очередь смотрите на полезные навыки, которые дают ваши модули. Потому что на втором-третьем уровне модулей есть зачастую очень сильно контролирующие способности, которые будут просто значительно влиять на исход боя. И следующий этап игры, пожалуй, финальный, когда у вас уже открыты юниты четвертого тира, когда у вас достаточно большое количество космита, что в данной ситуации делать и как лучше распоряжаться вашими ресурсами. И следующий этап игры, пожалуй, финальный, когда у вас уже открыты юниты четвертого тира, когда у вас достаточно большое количество космита, что в данной ситуации делать и как лучше распоряжаться вашими ресурсами. И у меня здесь есть для вас несколько таких практических советов. И совет первый. Не злоупотребляйте войсками 4 тира, потому что каждый юнит 4 тира будет есть ваш космит. То есть каждый топовый боец будет съедать 2 единицы космита каждый ход. И одно дело, когда у вас этого космита куры не клюют. И совсем другое дело, когда у вас наблюдается недостаток этого космита. Не все войска у вас улучшены. В данной ситуации, особенно на юниты 4 тира, не налегайте. Лучше улучшить то, что у вас уже есть и производить улучшенные юниты. А войска 4 тира так держать в небольшом количестве и в таких топовых ваших отрядах. Второй совет. Не забывайте про управление шаблонами отрядов. По какой причине? При производстве юнитов смотрите, наблюдается какая тенденция. То есть юнит одного и того же класса, улучшенный и не улучшенный, отличается в стоимости, ну по космиту естественно, и в стоимости в сырье. При этом энергии он стоит одинаково. По этой причине гораздо более эффективно и полезно с точки зрения экономики производить уже улучшенные отряды. Поэтому через управление шаблонами отрядов вы можете удалить какие-то неудачные устаревшие шаблоны, оставить шаблоны только актуальные и производить именно такие войска. Особенно это эффективно с постройкой центра лаборатории усиления космита. Данная технология у нас открывается в общественных технологиях. Она у нас появится на шестом уровне в развитии исследований. И данная постройка дает вам значительную скидку по космиту к цене ваших отрядов. То есть на пятом уровне это будет скидка минус 30% к цене отряда. При этом эти 30% скидываются как к базовой стоимости отряда, то есть это 20 космита, например, для третьего тира, так и для стоимости всех модулей. Допустим, смотрите, топовая дендроид матка симбиот стоит будет 76 космита. То есть 30% скидку данный отряд получил. Производить войска целесообразно не по всей вашей империи. Стоит заточить под это 1, 2, 3 города. Настроить их именно так, как вам это понравится. То есть это обязательно должны быть производственные области, которые будут ускорять строительство ваших юнитов и давать им дополнительную броню. И по возможности стоит устанавливать научную область, чтобы делать скидку по космиту. А до этого можно построить центр военных инноваций, который будет давать дополнительные уровни вашим отрядам. И по возможности стоит поставить энергетический комплекс, который будет давать вам скидку по энергии. И комбинируя различные варианты вот этих построек, можно добиться неплохих результатов. То есть ваши юниты будут быстрее производиться. Они будут у вас дополнительно защищены. Они будут у вас с дополнительной скидкой по энергии космиту. Также данные города стоит ставить там, где есть различные базы бонусные на вашей территории, которые также дают вам дополнительные бафы юнитам. То есть это может быть дополнительная броня элитным войскам, дополнительная броня базовым войскам. какие-нибудь там дополнительные щиты, плюс мораль и так далее. Это такой будет небольшой плюс, и, конечно, это не решающее значение, но все-таки гораздо приятнее, когда ваши войска будут получать еще различные дополнительные плюшки от таких построек. Ну и последний совет, который вытекает из предыдущих. Если у вас космета достаточно, то сразу строите войска улучшенные. Это будет дешевле с точки зрения экономики. А если у вас еще там и здание научное поставлено, то еще и с точки зрения космита. Если же космита не хватает, то в первую очередь, естественно, производите войска без усилений. Усилите уже потом в процессе, когда это понадобится, если понадобится. Потому что иногда вы производите войска не для непосредственной драки, вот прямо сейчас, а для контроля какой-то области. А просто для контроля, для подстраховки, так сказать, можно использовать и неусиленные войска. Но при этом, обращаю ваше внимание, что если станет жарко, если этим войскам в скором времени придется драться, то нужно всегда держать руку на пульсе и улучшать войска перед тем, как вести боевые действия. Так как отряды улучшаются не сразу. Для улучшения каждому отряду требуется один ход. Единственное исключение, это здесь у нас конструкты. Они модули ставят на себя прям моментально. Все остальные тратят на это один ход. И во время улучшений они ослаблены. Обращаю на это еще раз ваше внимание, как бы не попасть в такую ситуацию, когда враг вас атакует в тот момент, когда вы будете усиляться. Это будет крайне неприятным, потому что, во-первых, ваши отряды в бою будут ослаблены. Во-вторых, в случае поражения вы потеряете еще весь космит и всю энергию, все юниты, которые вы послали вот в этот бой и так неудачно справились. Космит-ресурс интересный, можно сказать, что основополагающий. И в зависимости от того, как вы его используете, насколько эффективно вы его используете, от этого будет зависеть боевая мощь вашей империи. Ну, мы сегодня вроде бы все обсудили, поэтому давайте прощаться. Надеюсь, что вам понравилось это видео. И если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, это очень приятно и крайне полезно для развития этого самого канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok